Детский сад Золотая Рыба Рыбка, рыбка, золотая рыбка, дарит людям радость и улыбку Отличительной особенностью детского сада является также наличие бассейна и праздник День Нептуна Здесь проводится традиционный фестиваль театральных миниатюр и фестиваль циркового искусства А еще это единственный детский сад, где воспитателем работает педагог-мужчина Заинтриговали? Но тогда обо всем по порядку 45 лет назад, 22 января 1973 года, Ясли сад номер 800, открытый монтажным трестом Центр энергомонтаж, принял своих первых воспитанников С января 1995 года детский сад был передан на баланс города с присвоением ему номера 11 За эти годы более 2700 ребятишек стали его выпускниками В истории детского сада было всего 5 заведующих Валентина Шиц, Анастасия Храмкина, Людмила Петрушкова, Галина Швецова И с 2007 года Ирина Запорожец Мой весь педагогический путь связан с этим детским садом Я попала сюда по распределению после окончания педагогического училища Ирина Николаевна прошла все ступеньки роста Воспитатель, заместитель заведующий, руководитель Люблю свой детский сад, он для меня как второй дом родной Как и в любом доме, здесь ценят своих ветеранов, заботятся о самых маленьких и гордятся молодежью В коллективе трудится 55 человек, от 26 до 60 и старше Из них 27 педагогов, в том числе два логопеда, психолог, два инструктора по физкультуре и один по ЛФК, два музыкальных руководителя Единственную запись в трудовой книжке за всю свою многолетнюю трудовую биографию Детский сад «Золотая рыбка» имели ветераны, которые уже не работают Старший воспитатель Валентина Климова, старшая медсестра Галина Линник, повар Галина Матисова Воспитатели Татьяна Забелина и Екатерина Курбатова А также завхоз Зинаида Чеботарева, которая трудится в детском саду до сих пор Почти с момента открытия детского сада работает в нем и воспитатель Раиса Карпова Причем уже 16 лет в логопедической группе Я люблю свою профессию, мне нравится с детьми работать Родным домом стала «Золотая рыбка» и для Надежды Кубеневой Которая пришла сюда из «Ласточки» 48 лет общий трудовой стаж воспитателя Душой не постарелка, тут столько «почему, зачем и как» Что и скучать-то некогда Расем все вместе, да, ребятки? Да! Как наша группа-то называется? Почему? А почему она так называется? Потому что мы говорим «почему, почему и почему» Ни одна профессия, так сказать, не стоит на месте Двигаемся все вперед Застрельщики всего нового, конечно, молодежь Я ими горжусь, молодыми кадрами Они легкие на подъем, у них горят глаза Они не садятся, не опускают руки При всем при том, что все равно сейчас какое-то общество стало немножко нервное, неспокойное Ну, вот у моих педагогов глаза горят В коллективе пять лауреатов и два победителя конкурса «Воспитатель года» города Лобня Анастасия Кривоконева в 2014 году вошла в десятку сильнейших из 69 воспитателей области Это было на самом деле неожиданно, потому что я шла на этот конкурс без всякой мысли о победе Люблю свою работу за то, что здесь я как у себя дома Понимаете, мне здесь хорошо, мне здесь комфортно, мне здесь удобно во всех отношениях Работа должна приносить удовольствие И тогда ты будешь в своей работе успешен, счастлив Победа в конкурсе на городском уровне и участие в областном этапе – хорошее подспорье для педагогической работы Признается Наталья Войцехович, победитель городского этапа конкурса 2016 года Во-первых, я в ассоциацию дошкольных педагогов вступила И продолжаю общение со многими коллегами, с которыми познакомилась на конкурсе И мы делимся опытом, беру у них какие-то интересные идейки для себя, использую Надеюсь, что и моими кто-то там пользуется «Золотая рыбка» – единственный в Лобне детский сад, в котором есть воспитатель-мужчина, имеющий образование учитель начальных классов Первый год, конечно, было тяжело, родители долго привыкали, дети ко мне, и сама работа тяжелее, мне кажется, чем учительская Вот уже шесть лет Александр предан своим малышам, а они платят ему взаимностью Он с нами рисует, он нас любит очень и играет, катает нас на льдянках Александр Владимирович в прошлом году построил горку интересную Мы с Александром Владимировичем любим рисовать, играть, веселиться Но иногда мы его не слушаемся, и он нас ставит в угол В углу очень плохо, потому что там нечего делать А еще Александр Владимирович очень милый Все его любят очень Он с нами шутит и веселится И дает конфеты Вся организация образовательного процесса в детском саду находится в зоне ответственности Заместителя заведующей по учебно-воспитательной работе Натальи Сусловой Которая, кстати, сама выпускница «Золотой рыбки» Поэтому мне детский сад дорог по-особенному Это мой детский сад Дети у нас замечательные У нас есть дети способные, у нас есть дети талантливые, у нас есть дети выдающиеся Мы, конечно, как каждый, наверное, педагог, вкладывающий частичку себя в ребенка Мы отслеживаем успехи наших детей Они занимают высокие призовые места Мы, конечно, горды этим необыкновенно Детский сад – это дети, родители и педагоги Каждый последний четверг месяца мы приглашаем родителей на те мероприятия Которые специально готовятся в детском саду для родителей Или это бывает просто занятия, на которых родители могут присутствовать Потому что всем же интересно посмотреть, а как мой ребенок без меня Как он взаимодействует с другими детьми Очень хочется сказать большое спасибо нашим педагогам У нас очень сильный педагогический коллектив Благодаря им мы сохраняем традиции дошкольного образования И у нас очень много молодых, грамотных, способных педагогов Которые, собственно, делают славу нашему учреждению Основные направления деятельности коллектива – физическое развитие детей Речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное В детском саду интересно? Да, там вкусно кормят Ну, мы пишем в тетрадках, там прописали буквы пишем Читать умеешь? Да, я умею читать В какие игры вы играете на улице? В ООО, в снежки В загонялки Футбол Мне больше нравится делать аппликации Играть с друзьями И гулять И мыть посуду Читать книжки Гулять Петь, танцевать И, конечно, стихи Изучать и рассказывать А, Б, В – стили на трубе А, У, П, У, Б – пропало Что осталось на трубе? Музыка, танцы, песни, стихи Театральное творчество Способствует развитию малышей Третий год подряд В саду проводится фестиваль театральных миниатюр Каждая группа готовит свою постановку Шьет костюмы Разучивает роли А потом, в течение двух фестивальных дней Представляет свою сказку Конечно, без музыкального руководителя Здесь не обойтись Работа у меня действительно замечательная Самое главное, что я очень люблю детей Прихожу на работу всегда с улыбкой С радостью получаю на работе огромное удовольствие А два года назад здесь на Ура провели первый фестиваль циркового искусства На протяжении всех 45 лет Даже в самые трудные времена В 90-е годы, когда количество групп уменьшилось с 12 до 6 Бассейн – спортивная изюминка детского сада – работал И сегодня у детей пользуется большой популярностью В течение года проводятся не только оздоравливающие и закаливающие занятия Они прежде всего направлены на обучение детей плаванию С удовольствием занимаемся в бассейне И детям это очень нравится Наталья Полякова в детском саду 24 года Работа инструктора – это не только спортивные занятия В зале, бассейне, на стадионе детского сада Участие в городских мероприятиях, а также И в педпроцессе, естественно, мы активно участвуем С родителями мы активно работаем И на собраниях родительских мы выступаем И открытые мероприятия и для родителей, и с родителями проводим Особое внимание в детском саду уделяют ребятишкам с задержкой Или дефектом речевого развития Работают две логопедические группы Ольга Гусева занимается с детьми без малого 30 лет Динамика видна вот прям по детям Как они начинают правильно говорить Пересказывают, учат стихи, запоминают То есть у них память, внимание, мышление развивается Педагог-психолог Наталья Парфенова уверена, что каждый воспитатель – психолог Поэтому они сами могут справиться с ситуацией Но если появились мы и можем помочь, то мы с удовольствием будем помогать Кабинет педагога-психолога едва ли не самый любимый ребятишками детского сада Здоровье за ним в детском саду следят медики, причем потомственные У меня мама медсестра, я тоже решила стать медсестрой Каждое утро мы ходим по группам, осматриваем деток Стараемся уделить максимум внимания каждому Детский сад – это как большой дом, где стараются вкусно накормить Только кастрюли здесь раз в 10 крупнее Картошку чистят ведрами А холодильники рассчитаны на такое количество продуктов, чтобы все 10 групп – 229 ребятишек – были сытыми Золотая рыбка вот уже несколько лет сотрудничает с комбинатом школьного питания А чтобы каждый день детские кроватки застилались чистым постельным бельем, работает прачечная Это тоже целая команда сотрудников – постирать, высушить, погладить, чтобы деткам сладко спалось, а сны были счастливыми При этом работники пищеблока и медики не являются сотрудниками детского сада И это, по мнению заведующей, наверное, не совсем логично Пищеблок не наш, потому что образовательная организация не имеет права заниматься организацией питанием Сторонняя организация, медицинская деятельность – тоже они работниками нашей Лубнинской больницы считаются Детский сад – это должно быть единое целое Заботу заведующей немало, в том числе хозяйственных Хочется новый асфальт, хочется новый бордюрный камень привести забор в порядок, освещение наладить, а после этого заниматься благоустройством Музыкальный зал у нас есть, хотелось бы больше Родители обращаются, почему нету ясельных групп Ну, может быть, что-то мы попадем в какую-то программу Это то, что, возможно, и делается только при поддержке городских властей Благодаря помощи города, например, в 2015 году были полностью отремонтированы две группы И удалось дополнительно высвободить для приема ребятишек еще 40 мест Большую поддержку оказывает садику депутат округа Дмитрий Краснов и, конечно, родители О чем еще мечтает коллектив и его заведующая? Детский сад 45 лет перешил все, получается, эти политические перетряски в стране Детский сад существовал, не закрылся И чтобы он еще столько же лет существовал, развивался, расцветал, благоустраивался Рыбка, рыбка, золотая рыбка Дарит людям радость и улыбку Рыба, рыбка, рыбка, рыбка